Ну что, дорогие мои, как когда-то сказал бессменный лидер Беларуси, вы просили дождь, я дал вам дождь. Точно так же я говорю вам сегодня. Вы просили деревеньку, вот вам деревенька. И говорить мы, конечно же, будем именно о ней. Ну что, ребят, сказать. Зимняя деревенька на солодовом спирте Альфа. Мне нравится бутылка, это раз. Вот реально нравится бутылка, курочки какие-то тут, деревья. В общем, симпатичненько, аутентичненько, я бы сказал. На солодовом спирте только натуральные ингредиенты. Состав. Вода исправленная, спирт Альфа солодовый, настой спиртованный солода ржаного, сахарный сироп, настой клюквы. Ну, давайте пройдемся по пунктам. С конца клюква. Клюква, это вот именно в зимней деревеньке. Насколько я точно знаю, что есть еще вроде как солнечная, которая называется, и в ней какой-то яблочный, там морс или что-то в этом роде. Сахарный сироп, понятно, для смягчения. Достой ржаного солода. Ну, это потому, что исторически вообще все российские водки делались ржаными. И хотя бы придать вкус. Потому что солодовые спирты, Альфа солодовый спирт, это все понятно. Как вкратце объяснить. При брожении не вносятся сторонние ферменты. То есть, вроде как исторически выверенный продукт. Бродит на своих ферментах, бродит чуть подольше. Но технологи, когда рассказывают об вот этих солодовых спиртах, у них аж глаза горят. И я им в этом смысле верю. Водка в ценовом сегменте, как я называю, 300. То есть, она по чеку стоила что-то 286 рублей. Что-то вроде этого. Из саранской продукции я до этого пил только чистой росы. Чистой росы я считаю лучшей, наверное, российской водкой. Но, блин, ценовая категория, извините, совершенно не такая. Там подороже будет. То есть, пока непонятно, но, как говорится, будем посмотреть. Так что, наверное, настало время все-таки открывать. Тут еще написано, что деревенька на солодовом спирте. Как же ж тебя? Ага, нашел. Язычок. О, сразу, знаете, советские бутылки вспоминаются. Такие. Не понял. Понял. Нифига ж себе система. Господи. Какая-то такая интересная наливачка. О, можно поиграться. Знаете, мне уже начинает нравиться, честно. Мне уже начинает это нравиться. Так, ну вот капитошечку. Капитошечку для пробы. Знаете, что я сразу хочу сказать? Пахнет чистыми росами. Вот абсолютно серьезно. Пахнет, как чистые росы. Я не могу этого объяснить. Но очень близкий запах. Аж слюноотделение обильное пошло. Ладно. Давайте. Первую. Чисто для пробы. А хорошо. А реально хорошо. Вот сейчас жжение такое присутствует. Опять же, ровное. Оно не меняется. Ни сильнее, ни слабее. Ну, со временем ослабевает. Но нет вот этого резкого удара по горлу. Знаете, что вторую надо наливать? Где у нее тут открывашечка эта? Льется, кстати, хорошо. Льется, кстати, хорошо. Наливачка, правильно. Ну, конечно. Как всегда. Последняя капля всегда на ботинок. Обязательно надо было на стол налить. Но стол, как говорится на видео, я облизывать не буду. Чуть сладковатый запах. Вот чуть сладковатый. И непонятно, что это. Сахарный сироп или настой ржаной. Кстати, клюкву нифига не почувствовал. Вот вообще. Сейчас сосредоточимся на клюковке. Не, вообще, вы знаете, чуть-чуть что-то есть. Вот чуть-чуть какой-то привкус имеется. Ну, блин, ну прикольно. Очень прикольно. Мне как раз одна мысль в голову пришла. И вот на этой нарезочке я, как говорится, сходил и взял. Поэтому сегодня по-любому будет сравнение. Но, вы знаете, на данный момент мне очень хорошо заходит. И я не знаю, как получится после сравнения. Тем более, сравнивать я ее буду не с тем, с чем хотел бы. С чем хотел бы, я бы ее сравнил, наверное, с пятью озерами. Потому что это может сильно пошатнуть мою веру в пять озер, как лучшее сочетание цены и качества. Абсолютно серьезно. Вы знаете, меня что-то это даже вот, 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 даже это возмутило. Но входит очень хорошо. Редкое явление, чтобы вот правда так заходило. Тем более, после моей предыдущей записи, это был, прости господи, Грейгус, который меня просто опечалил ужасно. То здесь это вот, это прям бальзам на душу. После гуся это бальзам на душу. Но в то же время, у нее есть вот это вот водочное послевкусие. То есть, у водок на Альфе, оно бывает достаточно редко. Обычно, когда водка на Альфе, у нее нету вот того самого водочного. Вот того самого, который мы хотим. Они как-то более безвкусные, что ли. У этого такого нету. Вот здесь все хорошо. И, честно говоря, если бы у меня остались сейчас чистые росы, я бы сравнил с ними. Но вот по ощущениям своим, я сейчас перестаю видеть смысл в переплате за чистые росы. Да, там, конечно, получше, однозначно получше. Но, ну, не в 4 раза, ребят. То есть, тут такое дело. Хотя, чистые росы вроде как 0,7 еще были. Поэтому, там, тоже, конечно, немножко подвинем, как говорится, туда-сюда это соотношение. Но, все равно, ребята, блин, мне это нравится. Мне вот это откровенно нравится. Не выжрать бы всю, господи. Это, наверное, по... Как вам сказать? За последний там месяц-два, это, походу, лучшее из водок, из того, что я пил. Хотя, есть, конечно, архангельские, которые стоят особнячком. Вот именно архангельские водки стоят особнячком, у них свой привкус. Но, вот это, блин, классно. Вот это, блин, классно. Понимаете, как говорится, хотел бы обосрать, да не за что. Вот это крайне редкое явление. Я, врать, такого дела даже вот мяском загрызу. Знаете что? Я даже придумал, с чем я ее буду сравнивать. У меня будет на сравнении 3 водки на Альфе. Это будет водка белорусская, российская и украинская. Ну, в принципе, секрета тут особого нет. Это будет золотая хортица, это будут 5 озер на Альфе. И что-нибудь из белорусских, пока еще не знаю точно что. Но вот я бы очень хотел ее сравнить, наверное, одновременно с ними. Или сравнить ее с победителем, когда он определится. Потому что, блин, ну это же классно. Ребят, ну это же классно. А сейчас мы ее будем сравнивать с гусем. Ну, чисто для самоутверждения гуся, наверное. Хотя я уже чувствую, что оно не прокатит. Но для надежности. Так, поставим тут вот так вот, чтобы они стояли. Чтобы было видно, кто у нас откуда. Пусть постоят чуть-чуть. Блин. Скажем так, я редко такое говорю, наверное. Может, даже впервые это сейчас скажу. Но жаль, что я ее не пробовал раньше. Мне она очень сейчас хорошо заходит. Просто вот, ну, до удивления хорошо. Вот это вот странно. И, честно говоря, наверное, сейчас на меня обидятся белорусские производители. Но нашего, нашей водки такого класса, я, наверное, практически не знаю. Может быть, это будет тот же Всеслав Чародей. Но, простите, он стоит 10 долларов за бутылку. И выше. То есть, в районе 700 рублей. Правильно? Соответственно, это в два раза дешевле. И примерно вот они очень близки по качеству. Блин, и может быть деревенька даже лучше. Или здесь что-то со мной. Или мне сюда налили не деревеньку, а что-то прекрасное и волшебное. Но, ребята, блин, вот так и есть. Ладно. Мягенько, чуть сладковато. Хорошо. Возяра среднего класса. Обычная. Вот, кстати, те, кто не верят мне про Грэйгус. Видео про него. Я, конечно, его жестко обосрал. Сделайте себе вот так. Поставьте две рюмки. Попросите кого-то провести слепой тест. Чтобы вам налили обе. Рюмочки там, я не знаю, как угодно. Пусть подпишут, там, черканут. Но, чтобы вы не видели. Просто честный слепой тест себе сделайте. И я уверен, что на второе место вы поставите гуся. Я уверен на 100%. Ну, ладно, давайте с деревеньки. Ну, нормально, мягенько. Чуть-чуть жжется. Сейчас вот так сделаем. Я его даже допивать не буду, честное слово. Ибо нахрен. Я докапываю себе... Ой, извиняюсь. Не так начал открыть. Вот, кстати, неудобно. Это кольцо не двигается. Просто хотелось бы надписью к вам, а не получается. Получится только так. Не, ребят. Что в очередной раз доказывает то, что не надо оценивать продукт по его стоимости. В данном случае сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Хотя мне очень много народа ее хвалило. Правда. Очень много хвалило. Я ради интереса, конечно же, перед записью погуглил отзывы. И по отзывам местами противоречиво. Кто-то да, кто-то нет. Кто-то говорит классное. Кто-то говорит башка болела, как вообще разламывалась. Как будто по ней топором стучат. Но на данный момент это классно. Вот просто это классно. Мне очень жаль, что Саранский завод не заплатит за эту рекламу. Хотя, конечно, надо было бы требовать. Потому что, блин. Ребята, это вещь. За эту стоимость, это просто офигенная штука. Да, может быть, она не лучшая водка глобальная. Да, я понимаю, что есть, я не знаю, те же чистые росы, кстати, этого же завода. Есть 5 озер, с которыми ей еще предстоит сравниваться. Есть Рейка, лучше которой я еще до сих пор не пил. Есть Немирофлекс, с которым бы я, кстати, ее сравнил, наверное, с удовольствием. Вот из украинских водок все-таки Немирофлекс, да. Из белорусских может быть с тем же Всеславым Чародеем, который в два раза дороже, но которого у меня сейчас все равно под рукой нет. Поэтому никак. Блин, но она классная. То есть, при варианте, чтобы такого взять за 300-400, вот, ребята, можно дальше не думать. Просто. Не знаю, как и остальные сорта, которые солнечные или какая там деревенька, есть вроде бы на кедровых орехах или что-то еще, без понятия. Ну, блин. Давайте я налью заключительную, потому что говорить я о ней уже дальше просто не могу. Мне совесть не позволяет продолжать ее хвалить. За бесплатным. Блин, ребята. Я реально в шоке. Я абсолютно серьезно в легком шоке. У меня была заготовлена там местами какая-то речь на эту тему. Там пару ключевых моментов. Я все нафиг забыл. Я все нафиг забыл. Это просто классная водка. Абсолютно серьезно. Ладно. Давайте на этом заканчивать. Потому что, как вы видите, видео пошло совершенно не так, как я планировал. Как-то вот я думал что-то еще рассказать, что-то еще упомянуть. Ну, все. Все. Я просто сейчас продолжу ее пить. И тихонечко. Даже, наверное, на предварительном монтаже сейчас я буду не с пивом, а с ней. Потому что это реальная вещь. Так что за вас, дорогие мои. За ваши лайки. За ваши комментарии. За ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. Все. Поехали. И до следующего видео. Ну, блин. Если кратко, хорошо. Спасибо.